Всем привет, с вами Оксана Войтович. Сегодня в новостях кино я вам расскажу о возвращении принцессы Леи, недетских игрушках Арнольда Шварценеггера, и развитии ситуации, связанной с увольнением Джеймса Ганна. Ну, дальше все как обычно. Все мы любим фильмы со сценами сражений многотысячных армий, от которых аж дух захватывает. В Total War Arena можно поучаствовать в этих сражениях. Возглавь войска в качестве одного из легендарных полководцев, Цезаря, Ганнибала или мастера засады дальнего боя Амбиорикса и одолей других игроков. В игре есть множество локаций, каждая со своими особенностями, и недавно к ним добавилась легендарная Капуя. О компании Wargaming исполняется 20 лет, и в честь этого каждый зашедший в игру в период с 3 по 10 августа получит 100 тысяч свободного опыта и пятикратный опыт за первую победу в день на всех полководцах. А летняя распродажа продлевается. Регистрируйся по ссылке в описании и получи 500 золота и 3 дня премиума. Новости кино Возвращение принцессы Леи Девятый эпизод «Звездных войн» порадует поклонников саги «Возвращением любимых героев». Как сообщает издание Variety, мы снова увидим в деле Марка Хэмилла и даже покойную Кэрри Фишер. Информацией поделился режиссер девятого эпизода Джей Джей Абрамс. По его словам, принцесса Лея появится в ленте благодаря ранее неиспользованным кадрам, которые были отсняты для пробуждения силы. Марк Хэмилл, в свою очередь, вернется к роли Люка Скайуокера. По имени Хэмилла свое участие в проекте подтвердили Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега и Оскар Айзек. Все они вернутся в проект в роли уже знакомых зрителям персонажей. Также на днях появились слухи, что к работе над Звездной Сагой может вернуться ее родной папка Джордж Лукас. Сайт Дэд Хэштег Шоу со ссылкой на неназванные источники внутри Диснея распространил информацию о том, что Лукаса якобы хотят привлечь для работы над сценарием фильма. Официальными сценаристами фильма числятся Джей Джей Абрамс и Крис Терио. Если верить новой информации, во время работы над текстом они тесно общались с Лукасом и обсуждали с ним развязку истории семейства Скайуокеров. Никаких официальных подтверждений этим слухам пока не поступало. Напомню, что девятый эпизод Звездных Войн появится в кинотеатрах 19 декабря 2019 года. В общем, ждать еще ой, как долго. Исполни свое предназначение. Развлечение Арни Мало кто знает, что у Железного Арни есть еще более железный танк, который используется в качестве большой игрушки. В конце прошлой недели по сети распространился ролик, в котором актер общается с известным телеведущим Джей Ам Лина и показывает ему свой собственный танк. Шварценеггер рассказал, что именно на этом танке модели М47 Пэттен 2 он в свое время служил в австрийской армии. По рассказам Арни, он не был идеальным солдатом. Например, однажды он ушел в самоволку, чтобы принять участие в конкурсе Мистер Европа среди юниоров. Конкурс он выиграл, а по возвращению в часть получил в награду неделю гаупвахты. Образцовым водителем танка он тоже не был и однажды умудрился утопить свою машину. Как бы там ни было, за дальнейшие заслуги Арнольда австрийское правительство разрешило ему приобрести танк, с которым он прошел службу. Каким образом актер использует свою игрушку, вы можете посмотреть сами. Развитие ситуации с увольнением Джеймса Ганна На прошлой неделе я вам рассказывала о внезапном увольнении Джеймса Ганна с поста режиссера Третьих Стражей. Сразу после случившегося почти все ведущие актеры серии предпочли отмолчаться или выразили максимально невнятную реакцию. Сперва поддержали Ганна Майкл Рукер и Дэйв Батиста, а потом уже присоединились и остальные актеры. Крис Пратт, Зоя Салдана, Дэйв Батиста, Брэдли Купер, Майкл Рукер и другие актеры серии опубликовали совместное письмо в поддержку уволенного режиссера. Письмо получилось довольно развернутым, но вся его суть укладывается в несколько строчек. Если вкратце звезды сделали акцент на том, что они не одобряют старых шуток Ганна, из-за которых его уволили. А вообще он очень добрый и хороший человек. В общем, спасибо ему за все, мы очень хотим поработать с ним в дальнейшем, но против Диснея не попрем и устраивать забастовку с целью вернуть режиссера в проект не будем. С любовью, ваши стражи галактики. Короче говоря, поддержка получилась так себе. Ну а поклонникам серии все же придется смириться с тем, что третью часть будет ставить кто-то другой. Эх, печалька, конечно. Ну, что поделать. Вот сануда всю тему обломает. Продолжение раздражения. Увы и ах, это все же случилось. Все отечественные СМИ сообщают, что Федор Бондарчук приступил к съемкам второй части притяжения. Как сообщают наши издания и телеканалы, разработка проекта идет в обстановке строжайшей секретности. Тем не менее, первые подробности о сюжете продолжения уже есть. Действие фильма будет разворачиваться три года спустя после первого столкновения гопоты и пришельцев. Также известно, что в сиквел перекочевал основной актерский состав оригинала. К своим ролям вернутся Ирина Старшенбаум, Олег Меньшиков, Александр Петров и Риналь Мухаммедов. Не хватает только Русса. Вы знаете Русса. Бюджет продолжения по неподтвержденным данным составит не менее 645 миллионов рублей. А премьера запланирована на декабрь следующего года. Ох, чувствую, Илюха будет в шоке. Новости сериалов. Игра престолов. Всем поклонникам Игры престолов уже давно известно, что заключительный сезон выйдет только в следующем году. Теперь же появилось небольшое уточнение. Новые серии стоит ожидать в первой половине 2019-го. Об этом заявил представитель канала HBO Кейси Блойс на ежегодной встрече Ассоциации телевизионных критиков. Больше никаких подробностей о сериале не раскрывалось, а вот о спин-оффах Блойс говорил более охотно. Как оказалось, в настоящий момент в активной разработке находится только один проект, а другие либо легли на полку, либо от них отказались совсем. О проекте пока известно немного. Сюжет спин-оффа будет разворачиваться за 8 тысяч лет до событий Игры престолов. Место действия – древний Вестерос, а сценарий написала Джейн Голдман. Пока у сериала нет ни названия, ни режиссера, ни утвержденного актерского состава. Полноценная работа над приквелом начнется лишь в следующем году, после завершения Игры престолов. Очень странные дела подождут. На той же встрече Ассоциации телевизионных критиков обозначили премьерную дату премьеры третьего сезона сериала «Очень странные дела». По словам вице-президента компании Netflix, Синди Холланд, этот проект – сериал ручной работы, и перед создателями поставлена очень ответственная задача. Проще говоря, работа над новым сезоном затянулась, поэтому свежих эпизодов придется ждать еще как минимум год до следующего лета. Кинодата Традиционную подборку звездных именинников на этой неделе открывает целая толпа самых разных представителей киноискусства. 30 июля свой 48-й день рождения отпраздновал режиссер Кристофер Нолан, который подарил нам «Темного рыцаря», «Начало» и много других хороших фильмов. В этот же день 71 год исполняется всеми любимому «Железному Арни», а французский актер Жан Рено отпраздновал свое 70-летие. Двукратная обладательница премии «Оскар» Хилари Суэнг 30 июля исполнилась 44 года, а Лоуренсу Фишбурну стукнуло 57. 2 августа свой 48-й день рождения отмечает молчаливый Боб, в миру известный как актер и режиссер Кевин Смит. Ну а загубивший свою карьеру Эдвард Ферлунг в этот же день отмечает 40-летие. 3 августа 39 лет исполняется канадская актрисе Еванжелин Лили, а самый знаменитый любитель цыган Стивен Грэм отмечает юбилейные 45 лет. 4 августа свой 63-й день рождения празднует американский актер Билли Боб Тортон. Ну а 5 августа 52 года исполняется Джеймсу Ганну, которому сейчас явно не до праздников. Кассовые сборы. Лидером североамериканского рынка за минувший уикенд безоговорочно стала шестая часть серии «Миссия невыполнима». Первые дни проката принесли создателям почти 62 миллиона долларов, что стало лучшим стартом в истории серии. Вторую строчку удерживает комедия «Мама Мея 2», которая добавила в свою копилку 15 миллионов за неделю. На третьем месте расположился второй «Великий уравнитель» с результатом в 14 миллионов долларов за неделю. Строчкой ниже находится триквел монстров на каникулах, который заработал 12 миллионов за уикенд. И замыкает пятерку лидеров мультфильм «Юные титаны вперед», который собрал 10 миллионов долларов за премьерные выходные. В нашем прокате первую строчку также заняла шестая миссия, собравшая 240 миллионов деревянных. Вторую строчку удерживают монстры на каникулах 3 со 102 миллионами. На третью спустился небоскреб с Дуэйном, собравший еще 35 миллионов. А «Человек-муравей 2» до сих пор болтается на четвертый. На этой неделе он взял еще 23 миллиона. Закрывает топ «Убежище дьявола». Любители трэша занесли 9 миллионов. Каждый раз удивляюсь, кто на это ходит. Ну ладно, о вкусах не спорят. Премьеры недели. Ни одной большой премьеры на этой неделе в российских кинотеатрах не ожидается, так что любителям кино придется довольствоваться малым. Из десятка безинтересных новинок можно выделить две ленты. Первая – драматический триллер «Опасная игра Слоун» с Джессика Честейн в главной роли. Режиссером выступил Джон Мэдден, который ставил фильмы «Влюбленный Шекспир» и «Доказательства». Бюджет ленты составила сумму в 13 миллионов долларов. В центре сюжета – акула американской политики по имени Элизабет Слоун, которая лоббирует интересы различных групп всеми доступными средствами. Мировая премьера фильма состоялась еще в 2016 году, так что актуальность проката в России минимальная. Цель – застать их врасплох и быть готовым ко всему. Вторая заметная премьера недели подъехала от студии Дисней. Лента под названием «Кристофер Робин» расскажет о жизни повзрослевшего мальчика, чье детство прошло в компании Винни-Пуха. Устав от серой рутины взрослой жизни, Кристофер Робин проходит долгий путь. Он начинает гонять по Вене, благодаря чему вновь встречает Винни-Пуха и сражается с молодым Дартом Вейдером. Но в конце концов Кристофер становится законченным наркоманом и попадает в фильм на игре. Ну а если серьезно, то это очередные фантазии киноделов на известные произведения писателя Алана Милла. Главную роль в ленте сыграл Йоэн Макгрегор, а режиссером выступил постановщик «Волшебной страны» Марк Форстер. Отзывов о фильме пока нет, но рейтинги ожидания на всех киноресурсах очень высокие. Стоит ли Илье делать обзоры на этой неделе или лучше интересный топ, какой вы можете помочь в нашем паблике, проголосовав? Вот такие новости кино на этой неделе. Ставьте лайк, если ролик вам понравился и был полезным. Обязательно подписывайтесь на канал. И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного выпуска. И скоро увидимся. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok